Предсказатели системы. Я думаю, что у любого практика, который практиковал очень долго, вы такие люди, когда вы начинаете сомневаться либо в самой мантике, либо в мире, да, в целом это совсем уже такой тяжелый кризис, либо в самом себе, во своих возможностях чтения. Как? Потому что вы не готовы приподнять завесу, которая порождает некие системные ошибки и не готовы туда взглянуть. И надо сказать, что я хорошо понимаю этих людей, которые действительно не готовы туда взглянуть. Потому что мы можем всё что угодно себе представить и этого не испугаться, но проблема, которая лежит внутри каждого из нас, которая порождает эти системные ошибки, она для нас настолько болезненна, что она страшнее любого холода. Понимаете, здесь речь идёт не о том, что там что-то действительно бурающее, там что-то режущее, да, внутри. Это может быть, что-то совсем простое. Но взглянуть на это придётся. И для этого, на самом деле, потребуется использовать определённого рода инструментарий. Потому что, вы знаете, сколько бы вы не занимались самоанализом, да, это вообще как бы неплохая вещь самоанализ, но как бы глубокие представители, что психологи, что психоаналитики говорят, что на самом деле на самоанализе далеко не уедешь и всех проблем не решишь. Также и у нас, если мы будем пользоваться обычным нашим инструментарием, привычными колодами Уэйта или Уэйтовской системы в целом, да, там их не стиль числа, а Голомианской любой другой, то можно и «Архан смерть» читать как это «Избавление от чего-то ожившего», да, и «Башню как озарение, разрушающая там оповы разума» и так далее. Я вам более того скажу, я встречал человека, это был, кстати, весьма глубокий человек и серьёзный практик, который даже десятку мечей трактовал как лучшую карту на том основании, что, наверное, выпала карта Игоря. Поэтому найти их, понимаете, в Таро, особенно даже в Таро Тотово, потому что там у них предполагает возможность перевёрнутых карт, то есть там всегда «Архан комплексный», он предполагает и хорошие, и плохие, и высокие, и низкие уровни. И когда мы пытаемся проанализировать не другого, и другому-то мы объективны, а самого себя, и более того, корень своей проблемы, мы начинаем биться в жопу. И мы эту проблему будем обходить. Мы найдём способ, как грамотно и не противоречиво, и столкнуть этот расклад таким образом, что проблема вроде бы и была, но мы её решим, но не та, а которая рядом с ним. По этой причине я предполагаю, что стоит использовать другой инструмент, о котором в теории пойдёт как раз речь, для кризиса доверия, естественно, для наиболее продвинутых, тех, кто лишены неких суеверных страх перед тёмными колодами. Так вот, сегодня речь пойдёт как раз именно о тёмных колодах, о колодах, условно назовём их «ботических» и «клеботических». Это разные типы колод, но в контексте сегодняшнего нашего вопрошания их можно объединить в едином городе. К тёмным колодам в мире Таро относятся, как правило, весьма и весьма дверянные. И опять же стоит признать, что обе эти позиции, крайние позиции, они ошибочны. Первая, наиболее часто встречающаяся позиция относительно тёмных колод, напрочь отрицает такие колодки и творится их в жуть. Такое мнение я очень часто встречал и у людей продвинутых, и у людей очень образованных. Причём в категорию тёмных колод могут попадать такие, на первый взгляд, невинные колоды и классические колоды, как тоже Таро, Таро, Алистера. Что это по итогу даёт? Каков урожай подобного отношения? Это приводит к полному игнорированию теневых составляющих нашей жизни. Потому что, вне зависимости от того, зовём ли мы того, чьё имя нельзя вызывать или нет, Таро, Алистера всё равно с нами постоянно. Просто мы её не видим. То есть другая, теневая сторона нас и нашего окружения присутствует с нами всегда. А когда мы через антическую систему, через обращение к тёмным колодам или через изучение теневых сторон обращаем на неё внимание, мы не извлекаем её из глубин ада, как некоторые думают, а мы просто её замечаем. Но чаще всего люди предпочитают действовать по модели буфонного басенного страуса и закапывать голову в песок. И на самом деле я могу их понять. Потому что увидеть корень проблем, повторюсь, это очень больно. Это намного больнее, чем то, что мы можем увидеть, повторюсь, в городе. Потому что это некий общество, а здесь корень наших индивидуальных проблем. Поэтому не нужно бояться ни теневых сторон нашего ремесла, ни даже клипатических систем. Мы о них тоже сегодня поговорим. Потому что на самом деле они не темны. Темно то, что нас окружает. Они прожекторы. Если вы включаете яркий прожектор, вы видите, что рядом темно. Вы видите, что рядом есть некая грязь. И вы эту грязь вы чистите. Если же вы просто выключили свет, то может показаться, что в комнате прибрано и чистое. Но от этого ни более прибрано, ни более чистое ни разу не станет. Просто вы этого не видите. Чаще всего все-таки эти люди считают, что нужно стремиться к благу, к добру. Особенно это развито у всяких теософских обществ. На самом деле ничего в этом другого нет. Просто понимаете, когда человек считает, что нужно не якшаться со злом и стремиться к благу, де-факто все происходит ровно наоборот. Это все подобные, так сказать, мероприятия, инициативы, они мне напоминают классический греческий ритуал буфонии. Откуда, собственно, пошло буфон, да? Нечто смешное. На самом деле это изначально было жертвоприношение Зевесу быка. Ничего смешного с их точки зрения не было, но с нашим это безумно смешно. Потому что жрецы, греки, как вы знаете, были в подавляющем большинстве вегетарианцами и исповедовали неприкосновение к ролям. Это очень уникальная анатарсность культуры. Но по заветам отцов Зевсу нужно было приносить жертву быка. Вот они приводили этого быка, на алтарь Зевса они ставили красивые цветы, и бык естественно по глупости начинал их есть. Но якобы он уже как-то следует Зевса, значит как-то надо его покарать. И в этот момент жрец ему топором ударял по шее, убивал быка, бросал этот топор и убегал. А те, кто находились рядом, начинали друг друга спрашивать. Ты видел, кто быка убил? Нет, не видел. И я тоже не видел. Ну что, топор будем судить? Они судили топор, сжигали этот топор, вот оттуда пошло буфоналия. На самом деле, бу-бу-буфа, да, корень, это бык. То есть это было жертвоприношение быка. Вот вам классический пример, как выглядит со стороны нерегшания со злом. Сдуряна, то есть Роме этого быка убил. Так прими за это ответственность. Почему ты думаешь, что это убил топор? Зевс не видел, что ты его убил. Если никто не видел, значит и боги не видели. Я ж ты убил этого быка, потому что он цветы съел, которым ты же его и подвел. Вот это всевозможные аналоги, да, ради того, чтобы не признать корень самой правой. Я, естественно, привел в качестве примера. Не в какой-то конкретный случай, да, из моей или из частной жизни, а исторический. Просто чтобы каждый с большей легкостью сумел спроекцировать это не сильно. Поэтому, конечно, когда человек начинает пользоваться темными колодами, он начинает замечать вокруг себя неприятные вещи. И он думает, что тем, что он связался с этой колодой, он инициировал появление в своей жизни неких темных событий. Но на самом деле он просто начал их замечать. И, естественно, в чем-то он прав. Понимаете, когда мы начинаем замечать тебе нечто неприятное о себе и о ближних наших, мы начинаем вести себя не по модели, не по устоявшейся колье. И будет определенный период, когда человеку действительно будет сложно. Когда будут появляться некие сбои, трудности, которые в каком-то смысле инициированы этой колодой. Потому что она показала, в чем он плох, в чем плохое его окружение. И ему нужно вырабатывать новый тип взаимоотношения с этим окружением, который до этого был устоявшимся, устаканившимся, как маршрут трамвая насти. Поэтому, да, темная колода может привнести лишь что-то реально темное в вашу жизнь. Но это, а, временное, и, б, но это такое же темное, как, простите, там, не знаю, ремонт какой-нибудь станции метро. Ну, поездите вы по угоду через другую ветку или через наземный транспорт, но потом оно будет красивое, чистое и, самое главное, безопасное еще на какое-то значительное количество времени. Вот чем мы занимаемся, когда работаем с темными колодами. Но есть в темным колодам и прямо противоположное отношение, и не скажу, что оно прямо совсем редкое. Оно реже, чем выше обозначенное, но оно в, по крайней мере, российской оккультной среде достаточно распространено. Это гарантизация их, своего рода некий готический экстаз. Одержимость только темными сторонами реальности и магического ремесла. Ну, посмотрите на все эти микки, да, там, «Зверь апокалипсиса», «Аликс 666» и так далее. Это люди, которых психология называет одержимыми своей тени. Они видят ее, и они упираются. И если первые игнорировали тень, то вторые полностью с ней отождествляются. Они считают, что это и есть они, а все остальное лишь социальная маска. Тут есть много психологических причин, как это функционирует, как это работает. Мы туда сегодня и не полезем, это не совсем наш тропий. Но хочу сказать, что отождествление со своей тенью, де-факто, постепенно приводит к процессам саморазрушения человека. Однако, как ни странно, вы знаете, с социальной точки зрения эти люди, хотя часто и выглядят абсолютно асоциально, они, как правило, менее опасны, чем те, которые игнорируют тему международного своего опыта. Потому что у них внешность и позиционирование в принципе совпадают с действиями. В то время, как для тех, кто игнорирует тёмные стороны своего бытия, то, что они говорят и то, что они делают, может очень сильно отличаться. К звезду лучше своего врага знать, чем не знать. По этой причине мы рассмотрели все предпосылки обращения к тёмным колодам, и стоит к ним уже перейти. Вы знаете, я очень долго искал правильный инструмент. Я перепахал, в буквальном смысле слова, тысячи колод второго, и это не фигура речи, это вполне неприятные цифры, пока не нашёл то, что ему было нужно. А это тёмная колода, точнее несколько, о которых мы сегодня поговорим. И, понимаете, просто рекомендовать вам обратиться к тёмным колодам, это значит вербнуть вас в кучину антиэскетического хлама. Потому что в 99% случаев это не просто охлам, а это карты, созданные людьми, которые одержили свои деньги. Которые для того-то их и создавали, потому что они чувствовали, что им нужен подобный инструмент. Нам же нужен инструмент в той или иной степени объективный, который, с одной стороны, действительно показывал нам изнанку каждого аркана, а, с другой стороны, делал бы это эстетически. Приемлемо, чтобы это было, понимаете, всё-таки карты, это не руны, это не знаковая система, это символическая система, и здесь эстетическая составляющая, это очень важный момент. Это тот субъективный уровень, который на вас и на ваших воплошающих действиях. И самое главное, что для меня было, эта колода, вся лодь и лодь должна быть негативной. Чтобы её не коснулась печать, верфимизация. Зачем нужны такие карты? Такие карты нужны для важнейшего вопроса. В чём моя ошибка? В чём твоя ошибка? Ключевой вопрос. Именно для этого вопроса я предлагаю использовать климатические, так и климатические карты. В зависимости от тяжести той ситуации, в которой вы оказались. Оговорились, что безумием было бы использовать такого рода колоды в качестве вашего основного и регулярного постоянного инструмента предсказания. Так как при всём при том, что мы действительно в каждой ситуации допускаем какую-то степень ошибок, в каждой ситуации присутствует что-то негативное, но, простите, если вы во всём будете видеть только плохое, ну, нужны такие железные нервы, чтобы это выдержать, что, в общем-то, нет. Спасибо, но не надо. Да, есть инструмент для регулярной практики, есть инструмент для перепроверки. Есть психоанализ, который ведёт аналитик, а есть психоанализ, на который он уходит к своему колёте. И это происходит реже, чем психоанализ, который он ведёт сам. Мне, как искусствовед, вы знаете, было безумно сложно, конечно, отыскать толковые коллеги. Я их искал очень долго, и самый парадокс в том, что в итоге моя базовая тёмная колода нашла меня сама. Я её получил на подноче, на магическом подноче по столейскому, когда, ну, практики избавляются от того, что им не зашло. Ну, у нас у всех наверняка целый тон на колодь второго, и некоторым мы совсем не пользуемся, а маг, он в свой дом не принесёт то, что нам не пользуется. Это будет то, что будет воровать вашу силу, вашу энергию. Это нужно отдать. Обычно это бывает там, либо на Ёль, либо на Самайль, когда мы избавляемся от того, что нам более не нужно. И вот так я получил вот эту колоду. Это Алекс Полов, очень серьёзная фигура для готического сообщества. Богинская готическая колода. Я считаю, что это лучшая готическая колода, наиболее глубокая, наиболее продуманная. Понятно, что если степень искажённости нашего восприятия зашкаливает, то человек сумеет в этой колоде найти что-то позитивное. Но я всё-таки рассчитываю на некого среднего. Торолога, который не совсем уж отъехал игнорированием своей цели. Торолога создана в 2007 году, повесть относительно нового. Это 21-е столетие. Колода является большой редкостью. Оригинал её можно купить только у автора в Британии. Хотя выходила она, по-моему, в Чехии, если мне память не изменяет, но сейчас её в Британии продают. И она стоит, ну, более-менее вменяемых денег, где-то около 10 тысяч рублей. Но это в Лондоне. У нас можно найти перепечатку. Перепечатку, если будете брать, берите только не глянцевую. Глянцевые видео, глянцевые репринты, они чудовищные. Они чудовищные. Понятно, что лучше всего ревина. Понимаете, так как эта вся колода реально решена в буквально тёмных полутонах, там вот от этих микротеней впечатление меняется. И несколько раз работал с этой колодой, не со своей, а с различными репринтами. Мне было тяжело. То есть здесь вот эти полутени, они очень важны. И оригинальная колода, именно в первом издании, которое я вам показываю, оно очень сильное. Если сумеете его достать, знаете, это колода, которая, я считаю, должна быть у каждого практика дома. Обязательно. Для одного единственного вопроса. Это такая генеральная упорка в голове, в душе, для каждого своё. Ответ на вопрос. В чём моя ошибка? И эта колода мне в своё время безумно помогла. Я вам покажу один единственный аркан. У нас сегодня ограниченное время, у нас там осталось буквально 10 минут. Я вам покажу один единственный аркан. Пятёрка жезлов. Пятёрка жезлов в обычной колоде – это честная конкуренция. Это поединок, да, в котором вы можете проиграть, но вы можете так же и выиграть. Здесь всё честно. Бейся, и ты будешь оценен настолько, насколько ты действительно этого заслуживаешь. Здесь же мы видим этот поединок с призраками. Проблема не в том. Либо оружие твоё, твой инструмент решения проблемы совершенно неадекватен. А мы видим бойца со спины. Это, естественно, персонификация нас. Который пытается победить призраков головой. Но это даже менее эффективно, чем микроскопом гвозди забивать. А самое главное, что здесь его конкуренты, его враги – это тени. Тени, порождаемые его же собственным воображением. Проблемы самой нет. Человек из последних сил бьётся, доказывая кому-то что-то, а он доказывает самому себе. И он никогда не будет твориться в доказательстве, ибо не признаёт судьёй самого себя. Совершенно потрясающая на самом деле колода, если грамотно погружаться в каждый аркан, пытаясь понять, а что есть изнанка тех привычных для нас смыслов аркана. Ну, я вот показал это на одном примере, который просто лично в моей биографии сыграл важную роль. Когда я получил эту карту, я не знал чувствительность. Но я чувствовал, что её можно применить для такого вопроса. Это я как бы сразу импультивно нажалил. И это была первая же карта, которую я вытянул из своего вопрошания. И у меня буквально вот как спала пелена с глаз – это больно. Это больно. Это и будет не так, как… Так вот в чём проблема, и крик радости. Нет, это больно, и проблему придётся решать. Потому что оказывается, что то, где мы считали, есть проблема, там люди, она призрачна. А встаёт резонный вопрос – а в чём же тогда проблема? И вот тут-то смещается. Понимаете, вообще любое решение нашей проблемы, оно похоже на ход конём в шахтатах. Одно движение долгое, длинное, но это не пункт конечной остановки, а потом ещё маленькое смещение в лоб. И вот тут-то ты понимаешь, и вот тут тебя накрывает по-настоящему. Советую вам раздомыть эту колоду, по крайней мере её копию, да, перебечатку. Как с ней вызываться, вы сумеете понять сами. Она интуитивна, она великолепна. Вот. Тем более, что если вдруг кто-то сочтёт, что он что-то там недопонимает, и существует я, да, к которому можно всегда обратиться, я читаю лекции для всех, существует уже начитанный мой пункт, Декастария, которые у меня есть, и тоже всегда мой пункт, и армисты. Другой вариант, более тяжёлый вариант колод, это колоды гриппатические. В них даже арканы называются по-другому, в соответствии с книгой Таин, полученной Алистером Кровли в начале 20-го века, когда он получил наименование гениев теневого древожизни. Для тех, кто не знает, скажу, что в Кабале есть не только древо жизни, но и древо смерти, да, либо изнанка, если угодно, древо жизни, оно разрабатывалось с древнейших времён, наиболее, наверное, полное классическое описание есть о Машене Гордове, кузне-ренессанс, да, или самое начало нового времени. Вот, таких колод безумно мало, сразу сказать, таких колод просто чудовищно мало, а колод полных, где есть не только старший аркан, но и младший, может увеличить по пальцам. Даже, я бы сказал, по пальцам одной руки. А если мы, скажем, есть ли пригодный для работы инструмент, то я скажу, к сожалению, увы, нет. Даже самая выдающаяся из этих колод, эта колода, недавно ночевшая Линде Фалорио, там младший аркан сделан буквально на коленке. То есть, если старший аркан безумно красивый, создавался какое-то невыслимое количество времени в ритуальных практиках, он очень глубок, он очень сильён, то младший аркан, там одни и те же картинки и фотографии с встроенной, мы туда не пойми, как гаэтическими сибирами, он сделан реально на коленке, и ни авторка сама о нём ничего толкового не могла сказать, и в книге не написано, ни кто другой. Ну, вытянули вы, там, не знаю, Боэля, ну вот у вас сегодня Боэля, и что? Ну, откройте вы Гаэтью, прочтёте, чему может научить этот дух, ну что вам вызывать его. Понимаете, оно никакой... В этом самое забавное в ее колоде то, что там описание придворного аркана позитивное. Абсолютно обычное, переменное с классической системы. Но старший аркан прекрасен. Поэтому им нужно пользоваться, по нему я тоже читал лекции, книгой самой Линды Павлорио, к сожалению, не рекомендую пользоваться. Насколько она глубокая была художница, насколько же это бестолково описано в тексте. Понимаете, бывает тот случай, когда автор хуже всего понимает то, что он сделал. Это говорит нам, что практика писания этих колод была действительно виртуальная. То есть изображение несоизмеримо превосходит степени на понимание автора. И из колод, опять же, полных по ставшему аркану, есть моя работа, об одной из них, об одной из них, как я скажу, в последней нашей минуте, это седьмой аркан, чтобы просто понимали, что такое климатическое, как. Седьмой аркан у нас был в колеснице, в втором климатическом он называется Харакит. И если колесница, это своего рода зачетка с отличными оценками, то есть орел славы, идущий от человека, позволяющий ему дальше ехать на чем-то уже накопленном неком багаже, идущий еще от римских триумфов. Понятно, что победитель он и дальше должен побеждать. Это некий стереотип позитивный, который мы несем, и который дает нам некую форму наперед. Здесь это климат, штамп, от которого мы никак не можем избавиться. Это маска, характер, которая замещает нас. И мы, как бы ни вились, мы не можем доказать, что мы не верблют. Мы, подобно вот этому мертвому жуку, пригвождены в коллекции тополога. Мы пригвождены определением. Он там нереатр, он, не знаю, глуп и так далее. Особенно внимание обратите на сигилу вверху. Вы видите чудовище, которое закрывает собой человека, и от этого чудовища человек является лишь тенью. Это же сигила Илья Павловина. Это сигила Алистера Кролина из книги «Танк», полученный фильм «В откровении». Соответственно, вы видите, что здесь все поменялось местами. Тень главенствует и полностью закрывает самого человека. И на самом деле избавиться от подобных проблем в жизни очень сложно. Но важно понять, не пользуемся ли мы в определении нашего ближнего окружения такими же стереотипами. А во-вторых, понять, кем на нас наложен подобное печать. В каких отношениях наших личностных выступает характер. По этой колоде, ее нету в продаже, она вообще создавалась для моей книги, которая в перспективе должна появиться. Но так как эта книга третья по очереди от текущего момента, который я выпущу, это будет не скоро. Через два-три года. Потому что там поднимать придется колоссальное количество коммунистических источников старых, которые не переведены на русский язык. Это тяжелая, долгая работа. Но если кому-то интересно, во-первых, я считаю, что каждый из вас сумеет, во-первых, поработать грамотно с колодой у кого, она интуитивна, и найти к ней ключи в своей душе можно. А во-вторых, если кто-то захочет работать с клипом, повторюсь, я наличествую, можно мне написать в том же ВК, заказать встречу по онлайн или по оффлайн, если это Москва. Есть мои лекции, которые есть и мои, то есть мои личные коллекции, есть лекции, которые я читал для интеллектуального проекта Касталия, у них тоже есть лекции по моей клипатической колонке. Так что ищущий да найдет. Моя цель была сегодня показать то, что есть разные инструменты. Совершенно не обязательно пользоваться этими. Я уже говорю, есть колонна Винга Павлоргова, да, которая, опять же, ее копию можно заказать в России. Тебе теперь уже оригинал не купишь, а оригинал у автора купался автор. В общем, но ищущий да найдет, самое главное, чтобы мы осознавали одну простую вещь. Обычно, текущим нашим инструментариям, который мы любим, обожаем, у каждого из нас есть любимые колоды, чистку внутри нас самих сделать не получится. А храм нашей души, если там выключить свет, он, конечно, будет казаться чистеньким и приборным, да, но это не значит, что там не будет всякого класса. И эти колоды, они не темные, они показывают темноту, они привносят ее в нашу жизнь. Они демонстрируют просто самое неприятное, самое мрачное, что мы находим как в наших близких отношениях, так и внутри нас самих. Поэтому, обращаясь к ним, мы как раз и идем по пути того, что обычно люди позиционируют. Пути света, чистоты и так далее, и тому подобное. А на этом также вспоминайте, я предлагаю ее закончить. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...